Знаменитого Ленкома, театра, где Леонид Броневой служил почти 30 лет, который стал его судьбой и где он сыграл свои невероятные, полные темперамента и искрометного таланта роли. Его всегда встречали громкими аплодисментами, всегда желали его видеть. И он любил эту сцену, и сцена любила его. Он любил театр, любил свою профессию. И сегодня сотни людей пришли в Ленком проводить в последний путь легендарного актера. Несли цветы, свою боль и воспоминания. Это человек, который просто мне очень нравился. Человек с огромным чувством юмора. Такие фильмы незабываемые просто остаются в душе на всю жизнь. Я не могла сюда не прийти. Я очень люблю этого артиста. Это вообще, что играл 17 мгновений весны Мюллера. Но нельзя забыть такое. Как я? Да, незабываемо. Его искренне любили зрители разных поколений. За большой и щедрый талант, артистическое мастерство, обаяние и превосходное чувство юмора. За богатейшую галерею работ в театре и в кино, которые Леонид Сергеевич создал за годы творческой деятельности. Работы Леонида Сергеевича Броневого, они до сих пор во многом непревзойденные. Мюллер в 17 мгновениях весны – это учебник современного актерского мастерства. Леонид Броневой был знаковой фигурой в кинематографе. Актер яркой индивидуальности он придавал любому фильму, где появлялся свою специфическую интонацию. И крупные режиссеры давали ему роли, которые были словно созданы для него. 17 мгновений весны, Покровские ворота, тот самый Мюнхгаузен. Не похожий ни на кого. Его называли артистом Божьей милостью. Это драгоценный камень, который теперь навсегда утерян. И слава богу, что какие-то грани этого таланта остались в кино. И огромное количество театральных зрителей успели посмотреть его на сцене. Это, конечно, большое счастье. Уметь надо и стареть, и переживать времена, когда тебе перестают звонить. Стареть надо молча, умирать с достоинством, говорил Леонид Сергеевич. Достоинство и редкий талант выделяли его в актерской плеяде. Таким он был в жизни, на сцене театра и в кино. Таким останется в наших воспоминаниях. Похоронили Леонида Броневого на Новодевичьем кладбище Москвы.